Мы с вами на тех же ступенях, тех же остатков того же храма и пытаемся представить себе то же самое время. Сегодня, если вы посмотрите на стену, то над ней возвышается черный купол, мечеть Аль-Акса. И когда-то здесь спели левиты, а сегодня, как вы слышите, раздаются звуки мулы, или муадзина, который призывает к молитве мусульман. К сожалению, времена поменялись, но мы надеемся, что когда-нибудь Господь Бог восстановит свой храм на этой горе. Ирод достраивал его неоднократно, и эта мечеть, она подвергалась землетрясениям огромное количество раз, потому что внутри основание полое. Вот сзади меня вы видите лестницу. Может быть, несколько слов интересных об этой лестнице. Всего было 32 ступени в этой лестнице. 32 – не случайное число. 32 число 30 обозначает букву ламет, число 2 обозначает буквы бет. Все вместе эти две буквы ламет и бет – это слово лев, которое в переводе на русский язык обозначает сердце. Так вот, все эти ступени были разной ширины, для того, чтобы человек, который поднимался наверх в храм, он не впадал в некое монотонное движение. Различная ширина и высота этих ступеней должна была привести сердце человека в состояние готовности встречи с Господом Богом. Отсюда 32 лев. Итак, Иисус продолжает стоять на этих ступенях, Он продолжает учить. И мы говорили с вами о том, что наступает последний день праздника после Шмени Ацерет, или восьмого дня, в который Ему была доставлена женщина, взятая при любодеянии. Иисус говорит о самом главном символе этого праздника наряду с излиянием живой воды. Иосиф Флавий пишет, что когда-то на храмовой горе, вот там, где сейчас стоит мечеть Аль-Акса, устанавливались в канун праздника четыре огромных десятиметровых светильника, а может, они были даже еще больше. И свет от них был таким ярким, что любой человек, который даже подходил к Иерусалиму, спускаясь с Толи, с Элеонской горы, или идя из Иудейской пустыни, или наоборот, из Тель-Авива, этот человек всегда, пилигрим, который поднимался и пел песни восхождения, такие же, когда пели левиты, когда они поднимались от силуанских прудов и шли к храму, то сердце их исполнялось радостью. И свет, это был символом праздника Кущи. Что делает Иисус в данном случае? Он говорит следующее. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Вообще, Иоанн часто использует эти пары тьма и свет. Но здесь это особенно примечательный элемент. Почему? По простой причине. Потому что Иисус приводит два основных символа праздника Кущи. Это живой воды или воды, которая поднималась из прудов, и света. И Он как бы именно в этом месте, именно в этот праздник, переадресовывает или разворачивает внимание человека от видимых знаков или видимых материальных начал этого мира, свет и вода. Он поворачивает или разворачивает внимание слушателя на себя. Он говорит, я есть источник живой воды. Каждый, кто хочет пить, приходи ко мне и пей. Я есть истинный свет миру. На самом деле, по-русски это переводится, я есть или я есть. Или я сущий. На иврите это немножко другое слово, которое указывает напрямую. Семь есть таких у Иоанна. Я указываю напрямую на небесное или божественное происхождение того, кто представляет или который говорит такими фразами. Тогда, интересно, фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, и свидетельство твое не истина. То есть, фарисеи прекрасно читают между строк того, что говорит Иисус. Они прекрасно понимают, что в его «я ессим» или на иврите «юд гей ваб гей и е». То есть, то, что было, то есть и то будет. Я вечный Бог. То есть, Иисус как бы намекает на свою божественность. Вы судите по плоти. А Иисус говорит, а я не сужу никого. А если и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один. Я и Отец, пославший меня. Важнейший элемент. Я и Отец, пославший меня. Никто не имел права в иудаизме того времени указать на Отца, как Отца моего. Отца нашего – да, Отца моего – нет. Именно за это несколько раз Иисуса искали побить камнями. Из-за того, что Он называет Отца нашего, или Авинуши Лану, или Авинуши Башамаем, то есть Отца нашего на небесах, Он называет Мой Отец. Именно поэтому Иисус в этот праздник имеет право говорить от Отца, потому что Он и Отец одно. И это фундаментальное послание всего Его Евангелия. Если хотите, Евангелие от Иисуса Христа. Он и Отец одно. Он есть Бог Сущий. Он и Отец – это не одно и то же, но Он с Отцом одно. Поэтому Он имеет право быть и живой водой, Он имеет право быть и светом миру, Он имеет право решать в рамках Им же данной Торы вопросы, связанные с моральным обликом женщины, которые к Нему привели. И я надеюсь, Он же будет Тот, кто устранит на Храмовой горе то, что сейчас стоит там не по закону Ветхозаветному, не по закону Новозаветному, но вопреки всем чаяниям, которые есть у христиан всего мира. Мне очень хочется надеяться, что это, может быть, произойдет еще при нашей жизни, когда Он явится. Ну а если нет, мы все наверняка знаем, что Тысячелетнее Царство будет установлено. И оно будет установлено в Иерусалиме. И оно будет в том самом месте, где мы сейчас с вами стоим. И вот здесь, на Храмовой горе, расширенной до необычайных пределов, снова восстанет Храм, в котором каждый, кто придет, сможет увидеть истинный свет миру, свет нашего Господа. И каждый, кто захочет испить живой воды, тоже будет иметь такую возможность. Иисус есть свет миру. И да воссияет Его свет с этого места, с этой горы, из Его города, Иерусалима, по всем краям земли. Да благословит Вас Господь Бог! Приглашаем Вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект «Молитва» и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com В Hope. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...